Итоговая сумма до поступления сложилась из федеральных средств, перечисленных в область на целевое расходование для выполнения конкретных социальных задач и, собственно, региональных доходов, львиную долю которых составляет налог на прибыль организаций, что, по мнению экспертов, свидетельствует об оживлении экономики региона и преодолении кризисных явлений. Свою лепту в пополнение казны внесли и инвестиционные предприятия, у которых закончился льготный период налогообложения. Мы прогнозируем получение дополнительных доходов в областном бюджете в объеме 1 миллиарда 885 миллионов рублей. Данные средства по предложениям правительства и поддержанные сегодня на заседании бюджетного комитета будут направлены на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, на социальные выплаты. 210 миллионов рублей из новоприобретенных средств решено направить на дальнейшее развитие сельского хозяйства, в том числе 120 из них на промышленную переработку продукции растениеводства. Мы как аграрии, конечно же, хотим больше, потому что я могу сказать, что каждый рубль вложенный в сельское хозяйство генерирует еще 7 рублей дополнительных, ну так скажем, налоговых поступлений. Потому как это отрасль рабочая, это реальный сектор экономики. Ну и соответственно, чем больше мы будем вкладывать, тем больше мы и получим в результате. 530 миллионов на соцподдержку, 547 на зарплату бюджетникам, 50 на лекарственное обеспечение, 75 миллионов на создание межрегионального центра компетенций на базе Ульяновского авиационного колледжа. С помощью федеральных средств, с помощью региональных средств и с помощью софинансированных со стороны предприятия создать высокотехнологичную базу для подготовки новых специальностей. Это будет очень востребованная профессия для авиационного обеспечения и не только. За скорейшее принятие решения по распределению полученных средств высказался представитель Ульяновской области в Совете Федерации Сергей Рябухин. Он напомнил, что буквально в эти дни федеральное правительство решает судьбу 364 миллиардов рублей антикризисной программы, распределение которой по регионам вызывает бурные споры как в верхней, так и нижней палатах федерального парламента. Кроме того, добавил сенатор, Ульяновская область сегодня дает самый большой рост среди прочих регионов страны по части собственных доходов – 126%. И это, безусловно, необходимо учитывать при дальнейших решениях о распределении государственных средств. Нынешнее положение, методика распределения трансфертов и дотаций исходит из того, что раз растущий регион, то и не надо помогать ему. Но, понимаете, это неправильная позиция, она порождает иждивенчество регионов, не стимулируя тех губернаторов и руководителей органов государственной власти, в том числе и представительных органов власти, к росту собственных доходов. Поэтому мы будем вносить предложение на трехсторонней комиссии, чтобы этот фактор был учитывался. И еще одна важная новость. Решением депутатов ЗСО отныне бюджетный комитет областного парламента возглавляет Валерий Малышев, занявший вакантное кресло, оставшийся после громкого скандала с расследованием уголовного дела в отношении Алсу Балакишиевой, подозреваемой в получении взятки. Продолжение следует...